Редакция «Контекст» Привет, это редакция «Контекст», разбираемся в деталях новостной повестки. Главное событие последних дней, о котором все говорят – российские войска ушли из Херсона. Причиной, как вы помните, объявлены сложности с обороной. Город на высоком правом берегу Днепра, основная российская группировка – на левом. Связь была через мосты, мосты были под обстрелом. Напомню, что Херсон был первым и единственным украинским областным центром, куда после 24 февраля зашли российские войска. В конце сентября, после референдума, в мире его не признают, Херсонская область вместе со столицей была присоединена к Российской Федерации. Но это всё новейшая история, я так контекстуально её напоминаю, потому что все кругом говорят «Херсон», «Херсон». И мы решили взглянуть попристальнее на сам город, на его историю, на его уклад, понять, как он вообще получил своё имя, какое к нему имели отношения предки Пушкина, почему именно здесь оказался похоронен фаворит императрицы Екатерины Григорий Потёмкин, и какое значение, кроме символического, «Херсон» имеет для России и Украины в контексте Елены Светиковой. «Херсон» был основан Екатерины Второй в перерыве между двумя русско-турецкими войнами, которые шли за выходы к Чёрному морю. Это время, когда уже по меньшей мере полвека, думаю, что больше, чем полвека, Россия осознала себя империей, провозгласила себя империей в 1721 году, и весь XVIII и весь XIX век совершенно безостенчиво ведёт себя как классическая империя. То, что потом в советской историографии будет стыдливо называться борьбой за безопасность границ, ну да, Российская империя борется за безопасность своих границ, но только она и борется путём их раздвигания. По Кючук-Кейн-Арджийскому договору, которым завершилась Первая русско-турецкая война Екатерининского царствования, помимо всего прочего, к Российской империи отошли земли между Бугом и Днепром. Мир, заключённый с Османской империей в 1774 году, уже тогда оказался в перемирии. Перед вторым актом, новым противостоянием с Турцией, следовало освоиться на приобретённых территориях и укрепить там свои позиции. 18 июня 1778 года Екатерина II подписывает указ об основании крепости и верфи для строительства флота на Днепре. Проектом руководит тогда ближайший соратник и фаворит императрицы Григорий Потёмкин. Генерал-губернатор практически всего юга России, вплоть до Астраханицы, но в том числе и Новороссии. Новороссия, конечно, Потёмкинский проект. Потёмкин, видимо, осуществлял общее генеральное руководство, а вот строителем первоначального города был, конечно, Иван Абрамович Ганнибал. Иван Абрамович Ганнибал – человек с очень яркой биографией и семейной историей. Русский генерал, герой первой русско-турецкой войны, взявший турецкую крепость Наварин, он был старшим из 11 детей араба Петра Великого, крестника царя и двоюродным дедом Александра Пушкина. Впоследствии поэт так напишет о своих прадеде и деде в стихотворении «Моя родословная». Исходно купленный араб возрос усерден, неподкупен, царю наперсник, а не раб. И был отец он Ганнибала, пред кем средь чесминских пучин громада кораблей всплывала и пал впервые Наварин. Ганнибал сумел организовать транспортировку по Днепру из лесистых верховий строительного материала леса. И буквально за два года построил не только верх, что построил часть казарм, построил дворец. То есть строили уже прямо сразу с прицелом в вечер. Екатерина дает городу название Херсон в честь древнегреческой колонии Херсонес-Таврический, где, согласно повести временных лет, крестили князя Владимира. И это обращение к византийским истокам не случайно. В это время царица вынашивала так называемый греческий проект, который предполагал освобождение греческого народа от турецкого ига и создание нового православного государства со столицей в Константинополе. Этот план не был реализован, но тем не менее был частью идеологии того времени. Через девять лет после официального основания города во время своего великого южного путешествия Екатерина в мае 1987 года прибудет в Херсон, то и она, и ее спутники с удивлением будут, понимая, что не так давно здесь была абсолютно почти безлюдная степь, обнаружили кипящий, бурно строящийся город с населением несколько тысяч человек. Кстати, где-то в это время в тех местах кто-то произнес или записал знаменитое выражение «Потемкинские деревни». Они видят среди встречающих подозрительно одни и те же лица и даже какие-то элементы домов и так далее, мимо которых они на коляске проезжают. «Потемкинские деревни считаются, скорее всего, мифом, но закрепившимся настолько, что с ним особенно не спорят. Это не было чистым муляжом, те деревни, которые они проезжали, но поскольку край был действительно еще новоосвоен, то, что можно назвать спектаклем, там частично действительно было». Население Херсона было очень разнообразным. В портовый город приезжали буквально со всего мира. Кто торговать, кто строить, кто за херсонским гектаром. Помните, где герой мертвых душ Чичиков намеревался прописать своих несуществующих крестьян? Теперь земли в Таврической и Херсонской губерниях отдаются даром, только заселяй. Туда я их и переселю, в Херсонскую их, говорит он в восьмой главе поэмы. Не путь Чичиков. Чичиковым он действительно мог бы там освоиться и стать настоящим херсонским помещиком. Туда звали всех. Вот кому надо, пожалуйста, вот вам льготы, вот вам подъемные, вот вам разрешения. И с этой точки зрения там и немецкие поселения были в Новороссии. Это в основном религиозные диссиденты. Те, кто по приглашению Екатерины Второй, а потом ее внуков, будут переселяться сюда. В исключительном положении окажется херсонская губерния в отношении еврейского населения. После второго раздела Речи Посполитой в Российской империи окажется немало евреев. Не понимая, как ужиться с иноверцами, императрица издаст указ, с которого в России фактически начнет действовать черта оседлости для евреев. Им разрешат селиться и работать только в определенных местностях. Среди них окажется херсон. Доля в населении херсона евреев всегда будет очень значительная. В XIX веке колеблется в районе 30-35%. Перед началом войны, до прихода немцев, в Херсоне было около 100 тысяч населения, чуть меньше по переписи 1939 года, 97, по-моему, тысяч. Не менее 16 тысяч составляли евреи. То есть, в общем, все равно процент достаточно значительный. С первым серьезным испытанием Херсон сталкивается уже в 1783 году. В город приходит чума, которую тогда совсем непонятно, чем лечить. Лечить можно было только санитарными устремлениями и палеотивами, уходом. Поэтому главная задача как раз людей изолировать, не дать скапливаться. И вот то, что мы испытали в связи с ковидом, это было только в еще более опасных и явных видах в конце XVIII века. Опять же, армия, казармы, гарнизон, то есть для военных такие инфекционные заболевания, плюс климат и малярия. Вести о херсонской чуме доходят до Петербурга. Взволнованная Екатерина пишет Потемкину. Дай мне знать о продолжении или утешении или пресечении язвы. Сия меня страшит. Опасаю все, чтобы не прокралась паки внутрь России. Чума бушевала до 1784 года и, как подсчитали позднее, унесла жизни более 10 тысяч человек. Самого Потемкина эпидемия обошла стороной, но он смертельно заболеет позже, в 1791 году. Императрица велит забальзамировать его тело, а гробницу отвезти в Херсон, в Екатериненский собор. При советской власти эту могилу вскрывали, но ее вскрывали много раз. Павел I приказал зарыть все забальзамированное тело Потемкина. Очень не любил он Григория Александровича, одноглазого, матушкиного любовника. И потом при советской власти просто разграбили все ее. Но не то, что разграбили, а, например, череп Потемкина выставлялся как экспонат в музее. Непростая судьба и у памятника Григорию Потемкину скульптор Иван Мартас, также автор памятника Минину и Бажарскому в Москве, спроектировал его в 30-х годах 19 века. Но скульптура до наших дней не дошла. После революции его завесили брезентом, и это назывался «Херсонский призрак». А потом там поставили совершенно несоразмерный бюст Карла Маркса на этот постамент. А настоящий памятник его поставили, как у нас очень любили, поставили во дворе музея, но он пропал. Он исчез вообще. И в 2003 году скульптор Степанян решил сделать нового Потемкина. никаких, если есть, только фотографий, только описание есть. Но он сделал, как сумел, и вот почти такой же Потемкин. Там стоял, мы его видели в 1918 году с сыном. После смерти Потемкина меняется и построенный им город. А дальше с Херсоном случается неприятность. Ну, ничего страшного, конечно, но он несколько, так сказать, захеревает. Связано это было с тем, что по итогам второй войны 1988-1991 года продвинулись еще западнее строится Николаев, который и оттянет на себя славу крупнейшего судостроительного центра. Но как раз губернский статус позволил сохранению, даже по сравнению с тем же Николаевым, особенностей культурного города, города с гимназиями, города с театром, похожим на одесский, кстати, театр. Вот эта городская губернская культура была достаточно высокой. И в Херсоне был еще с 1880-х годов довольно мощный украинский кружок. То есть это было песня Шевченко, изучение фольклора. Город живет торговлей, город живет тем, что через него вывозится и скот, и, соответственно, продукция животноводства, те же кожи, например. Поэтому там возникают предприятия, связанные со всем этим. Ну, например, салотопные заводы. Там возникает металлургическое производство, потому что изначально, поскольку город строится как центр, мы бы сейчас сказали, оборонной промышленности, поэтому там одно из первых предприятий – это «Литейка», орудия там отливают. Вот на этой основе дальше будет развиваться металлургическое производство. Разумеется, механическое производство, потому что во второй половине XIX века, где корабли, там уже механика. В начале XX века в город приходят революционные настроения. После Февральской революции возникает совет, точно так же, как и в остальной стране. В этом совете первое время тон задают не большевики, небольшая, к марту 1917 года сравнительно партия, а меньшевики, эсеры. Затем провозглашается советская власть, а дальше Херсон разделяет судьбу Украины в том смысле, что вспомним Булгаковскую белую гвардию, вот как в Киеве раз в несколько месяцев меняется власть, она меняется уже и на большей части территории Украины. В эти годы, годы гражданской войны, Херсон переживает первый массовый голод, который потом повторится еще дважды. Там было целых три голодовки 21-22 года, голодомор 33-го и потом послевоенный голод 46-47 годов. И особенно этот голодомор начала 30-х годов, он очень сильно ударил как раз по иностранным колонистам и по евреям. В августе 1941 года в Херсон входят немцы. Через несколько дней безуспешной обороны город захвачен. Его оккупация продлится два с половиной года. По германо-румынским договоренностям эта территория вошла в состав германского рейхского миссариата Украина. То есть там были немцы. Совсем недалеко в Одессе за Бугом были румыны. Здесь были немцы. К этому времени в Херсоне живут около 20 тысяч евреев. Немцы создают для них херсонское гетто. Расстреляли сразу несколько десятков евреев, вот до кого дотянулись. А дальше, как обычно, еврейскому населению сначала велено нашить звёзды, зарегистрироваться. Буквально пройдёт несколько недель, будет создано гетто, огороженное, ну такое военно-полевое, огороженное колючей проволокой с вышками. Значит, проживать положено на территории гетто, выходить за территорию гетто только по разрешению немецкой администрации. Но это всё продлится недолго, потому что практически сразу же это гетто начнут уничтожать. Я встретил разброс цифр, что в Херсоне за время войны было уничтожено от 8 до 12 тысяч евреев. У меня у самого такая семейная история деда, который потом погибнет на войне. Но вот в момент эвакуации Херсона августа-сентября 1944 года он прибежал домой и сказал быстро собраться. И двух детей и жену посадил буквально между станков на уходящий эшелон, когда эвакуировали завод. И это, собственно, потом явно спасло им жизнь. С Херсоном связана и семейная история журналиста Сергея Бунтмана. Его прадед поселился в городе после русско-японской войны, работал в местной больнице и во время немецкой оккупации, используя служебное положение, многим смог помочь. Его вызвали в комендатуру Александра Александровича. И там выяснилось, в ходе разговора и вообще осмотра кабинета, что комендант его, племянник, насколько вот я помню, племянник соученика Александра Александровича Великопольского по военно-медицинской академии. Он оказался азейским немцем, который был на русской службе когда-то. Поэтому ему дано было и разрешение заниматься своей медициной, быть врачом в своей больнице. Дано было очень много льгот. Как использовал эти льготы Александр Александрович? У него было какое-то нечеловеческое количество санитарок молодых и санитаров, и медвратьев. И это были те ребята и девочки, которых должны были, по идее, угнать на работу в Германии. И поэтому вот этот раздутый штат тамошней больницы, раздутый Александром Александровичем Великопольским, он спас очень много людей. Город отчаянно сопротивляется немецким захватчикам. В Херсоне было подполье. Краеведы сегодня насчитывают на Херсонщине 10 партизанских отрядов. Но надо понимать, что эта местность чрезвычайно трудная для действий партизан. Это не Белоруссия, не Северная Украина с ее лесами. Это не Карпаты. Там укрытости практически негде. Поэтому я не думаю, что эти партизанские отряды были крупные и активные. А вот городское подполье оставило достаточно заметный след. Александр Александрович, у него, естественно, там бывали и люди, которые и подпольщики лечились раненые. И подпольщики, и партизаны. Мне папа рассказывал замечательную историю, когда пришли, искали этих подпольщиков и пришли в больницу. Все время там ходили с проверками и патрули, и тамошняя полиция местная, естественно, и немцы ходили. И он вышел из палаты, вышел из палаты, брезгливо снял перчатки и сказал, ну как можно было так запустить сифилис? Сказал он. Выходя из палаты, и никто в эту палату не вошел. После освобождения от немецкой оккупации в 1944 году Херсон выходит из Запорожской области, к которой он долгое время относился, и становится областным центром отдельной Херсонской области, Украинской ССР. После военных годы, когда Херсон становится областным центром, связан и промышленный рост, появление новых заводов, и опять-таки Херсон в два раза меньше, чем Николаев, к концу советской власти. Но там есть такая тройка заводов, если говорить уже про послевоенное время. Завод имени Петровского это сельскохозяйственное машиностроение, судостроительный большой завод и хлопчатобумажный комбинат. И в обычной херсонской школе 70-80-х годов в классе родители работали обязательно хотя бы кто-то на одном из этих трёх заводов. Люди, жившие и бывавшие в Херсоне в советское время, отмечают и ещё одну особенность города. Город действительно абрикосовый. Все, кто узнавали Херсон в мирное время, говорят, что чего-чего, а абрикосы в Херсоне никогда не покупали. Потому что в сезон всегда можно было на улицах набрать столько, сколько тебе нужно, не только на еду, но и на варенье. Вообще-то Екатерина повелела, и Потёмкин повелели абрикосы высаживать. Там сезоны проходили так. Сначала это цвет абрикосов, потом они начинают зреть, потом всё усыпано абрикосами этими, потом и падалица везде. Их так много было. А потом начинается над всем городом, в особенности старый, и чуть подальше даже, где какие-то пятиэтажки стояли, там улица Мира, где я жил, там чуть-чуть дальше, где стадион ХБК, хлопчат бумажного комбината. Вот. И всё это, такой чуть-чуть кисловатый, такой запах. Это брага. А потом дымки везде. Это знаменитый абрикотин. Вот. Это абрикосовый самогон. 24 августа 1991 года Верховный Совет Украинской СССР принял документ, названный Актом провозглашения независимости Украины. Во время августовского путча, точнее, сразу, как только было понятно, что его подавили, значит, такой советский украинский парламент собрался, его тогда возглавлял как раз Кравчук, и они торжественно провозгласили акт независимости, даже с отсылкой к 1918 году, когда во времена Гражданской войны и Центральной Рады была независимость. Сам город, естественно, как и все крупные города в Виквостоке, был более русифицированным в силу исторических причин, поскольку русский язык был, так сказать, языком межнационального общения, вообще, в принципе, языком города в Украине так исторически сложилось, и города украинизировались медленнее. Для 56% жителей Херсона украинский язык был родным, для 42% — русский. То есть примерно 50 на 50 с небольшим преобладанием украинского. Я помню, как выросший в другом месте Украины Полтава мой друг покойный Александр Павлович Тимофеевский, поэт, на который пусть бегут неуклюже, но он не только это написал. И он говорит, что он не представлял себе вообще вот этой разницы, когда переходит с языка на язык. Вот пять минут назад говорили по-русски, а потом по-украински могут говорить совершенно спокойно вот это и всё. И в Херсоне всегда всякий говорил, на чём хотел, на том и говорил. Херсон всегда на фоне вот этого юго-востока, если брать в целом юго-восточной области Украины, то он был всегда наиболее про-украинским. По сравнению с соседями, это очень легко можно было отследить по результатам выборов. Это касается и президентских выборов 2004 года, когда первый раз Янукович шёл в президенты, в Херсонской области у него худший результат был по юго-востоку. То же самое повторилось и в 2010-м, когда он выиграл выборы, всё равно здесь у него был худший результат. То же самое было у партии «Регион». Российские войска занимают Херсон уже в первых числах марта. Наиболее успешная российская операция в ходе всей войны – это и продвижение одновременно на восток в направлении Мариуполя, что позволило занять юг большую часть Запорожской области, окружить мариупольскую группировку ВСУ, которая позднее была уничтожена после длительных боёв. Захватив Херсон, российские войска быстро двинулись на Николаев. В какой-то момент наполовину охватили его, но встретили сильное сопротивление, которое они не готовы были преодолевать, откатились назад. После этого длительное время боевые действия на правом берегу носили такой позиционный характер. Действительно его взяли очень легко, и там явно была оборона плохо продумана, и есть большие вопросы и к местным властям. Губернатор Херсонский вообще исчез в первые дни, но сейчас его в Зеленске уволил и поменял. Но в первый момент были подозрения, что он вообще скрылся или перешёл на сторону врага, что-то такое. В общем, он пропал. Хотя мэр Херсона Колыхаев сейчас находится в плену у российских сил, он оставался в городе, но не сотрудничал. И он долгое время сидел в мэрии, над которой висел украинский флаг. Россия здесь навсегда. Вот вы правильно должны. Это нужно до людей доносить. Ситуация изменилась кардинально где-то в конце июля, после того, как в СУ получили Хаймарсу и другие дальнобойные артиллерийские системы, с помощью которых стали разрушать коммуникацию, стали разрушать стационарные переправы через Днепр. В сентябре в городе проходит референдум о присоединении к России. Исполняющим обязанности губернатора Херсонской области был назначен хорошо известный в городе политик Владимир Сальдо. В нулевых он 10 лет был херсонским мэром. Как раз при Сальдо в 2003 году установили памятник Потёмкину, о котором мы рассказывали выше. Наш большой дом Херсон имел своего основателя. Это известный князь Таврический Потёмкин. Но куда более медийным пророссийским чиновником в Херсоне был, конечно, замглавы областной администрации Кирилл Стримаусов, гибель которого в автокатастрофе в день объявления о выводе российских войск из Херсона тут же назвали символичной. Стримаусов прославился своим взрывным темпераментом и многочисленными драками. Во время одной из них в 2018 году Стримаусов напал на вице-мэра Херсона прямо в его кабинете. В интернете Стримаусов был известен как активист-антипрививочник, поэт и блогер. В начале октября произошло быстрое продвижение ВСУ на несколько десятков километров на Береславском направлении. Параллельно вставала проблема нанесения украинцами ударов по переправам по Антоновскому мосту и мосту дамбы на Каховской ГЭС. Если бы удалось взорвать даже не плотину, а дамбу Каховской ГЭС, тогда вода могла подняться достаточно высоко, чтобы затопить не только левый берег, низкий, но и высокий правый берег Днепра, в том числе и Херсон. 18 октября в Херсоне объявлена эвакуация мирных жителей. Там остались те мирные жители, которые не захотели эвакуироваться с российскими войсками. То есть, видимо, все, кто либо ожидает для себя негативных последствий от прихода Украины, либо как-то связывает свою судьбу с Россией, имели возможность уйти. 9 ноября после доклада командующего российскими войсками Сергею Суровикину министр обороны Сергей Шойгу отдал приказ отвезти войска на левый берег Днепра. Дальнейшие наши планы и действия в отношении самого города Херсон будут зависеть от складывающейся военно-тактической ситуации, не исключая принятия самых непростых решений. В этих условиях наиболее целесообразным вариантом является организация обороны по барьерному рубежу реки Днепр. Согласен с вашими выводами и предложениями. Видимо, решение было об отходе принято очень давно. Ну и поэтому была возможность расставить максимальное количество минных заграждений, что и было сделано. Они сейчас срабатывают, судя по всему. Антонский мост, судя по опубликованным фото, взорван полностью, выведен из строя. У него взорваны два пролета, и его восстановление, если будет возможно, потребует многолетних строительных работ. Вывод российских войск из Херсона сопровождала и еще одна новость. На днях владелец крымского зоопарка «Тайган» Олег Зубков опубликовал видео из Херсонского зоопарка, на котором он вылавливает в вольере енота и перемещает его в переноску. О выводе енотов и других животных из Херсонского зоопарка РИА Новости сообщили 5 ноября. Российский военный блогер Анна Толгарева назвала это единственной хорошей новостью этих дней. Вывезли из Херсона и памятник Григорию Потемкину. По словам Владимира Сальда, при котором появился монумент, пока его переправили на левый берег Днепра. И неизвестно, где и когда теперь завершится великое южное путешествие Потемкина. Редактор субтитров А.Семкин